Привет! Для начала нам надо построить вот эту сетку, в которой мы будем размещать эти звезды. Можно попробовать построить ее по так называемой формуле спирали фермы. То есть мы будем использовать здесь математическую формулу, которая нам задаст положение вот этих точек, в которой мы будем потом размещать уже сами звезды. Берем вот этот вариант, формула. У нас здесь есть радиус, C это константа, N это номер цветка и вот такой вот угол 137,5. Давайте по порядку начнем. То есть сначала мы эти цифры перенесем сюда в grass. Будет угол у нас 137,5. Давайте у него побольше зададим размерность. Далее нужно создать вот эти числа C, точнее не C, а N. N это номер цветка. То есть мы определяем сколько у нас будет этих точек, сколько цветков. Не знаю, предположим 400. Но это пока просто число 400. Нам нужно именно создать серию чисел. Между числами шаг равен единице. Всего должно быть их 400. Получается такая последовательность. 0, 1, 2, 3 и так далее. До 399. То есть всего 400 чисел, 400 цветков. И нам понадобится номер C. C константа. Будет какое-то число. Например, пока что просто единица. Вот наши исходные данные. Теперь превращаем это в формулу. Для начала идем по вот этой первой строчке. Нам нужно, чтобы найти радиус, нужно C умножить на корень из N. Сначала находим корень из N. Эти подписи здесь сделаны. Это у нас N. Это у нас C. А это у нас этот угол 137,5. Он без подписи. Так вот, сначала умножаем C на корень из N. Нужно вытащить корень из N. Идем в вкладку математика. Квадратный корень. Вытаскиваем. Затем с помощью компонента умножения перемножаем C на корень из N. Это первая часть. Далее. Вот этот 137,5. Нужно умножить на N. То есть просто на вот эти числа нужно умножить. Но здесь у нас важный момент. У нас сейчас этот градус в градусах. Впоследствии я буду использовать компонент, который называется Point Polar. То есть построение точек по полярным координатам. И мне нужно вот этот градус преобразовать в радианы. Либо вот здесь, конечно, можно использовать Degrees. Но я просто преобразую в радианы. И вот этот градус умножая на N. Получаю значение. Это у нас угол XY. И вот это Offset, Distance. Это вот эти расстояния. В итоге вот наша сетка получается. Причем мы можем, по идее, здесь менять, да, вот как-то менять этот радиус. Она может перестраиваться. То есть можете попробовать поймать какое-нибудь свое значение, которое вам нужно. Это просто у нас, по сути, размер этой сетки. Вот это наш первый шаг. Сначала мы сетку создаем. Теперь давайте попробуем звезды эти сюда разместить на этой сетке. По идее, у нас есть специальный компонент, насколько я помню, для создания этих звезд. Полигон, но это не то. Давайте мы как поступим? Мы вызовем компонент Circle, то есть создадим окружность. Сколько вы там говорили? Восемь нужно. Восьмиугольные. Мы возьмем окружность. Давайте где-нибудь ее в стороне создадим. Установим точку. И вот в этой точке создадим окружность. Затем мы вдоль этой окружности распределим точки с помощью компонента Divide. Если мы установим как раз-таки восемь точек. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А нам нужно в два раза больше. То есть мы вот это число восемь умножаем на два. Шестнадцать точек. Теперь смотрите, я через одну точку выделяю. То есть выделяю первую, третью, пятую и так далее. Делаю это с помощью... Я вот эти точки разбиваю на два списка сейчас с помощью компонента Dispatch. Шаблон у меня будет выглядеть ноль и единица. Правая клавиша Multiline, чтобы вот эти числа 0 и 1 на строчках разных были. Это наш шаблон. По этому шаблону мы все точки разбили на две отдельные ветки. Два отдельных списка. И проверяем теперь. Да, здесь у нас одни точки через одну и здесь промежуточные точки. То, что нам и нужно. Теперь работаем с вот этими точками, которые у нас есть. Здесь нужно сдвинуть их перпендикулярно, вот их положению на кривой. Для этого мы... Нам нужно найти вот этот вектор. Мы вызовем компонент closest... Cure closest point. Найдем на окружности опять вот эти точки. То есть, как бы еще раз их... Вот эти точки, которые мы уже находили... А, нет, стоп. Слушайте, здесь у нас есть тангенсы. Да, это... Это лишняя операция. Сейчас я проверю. Валерит. Тангент. Да, здесь у нас эти углы уже есть. Вот тангенс. Я совсем забыл про них. Копируем компонент Dispatch. Вводим в него вот эти углы. Теперь нам нужно точки сдвинуть по этим... По этим не углам, точнее, а по вот этим векторам. Но это вектора, которые касательны к окружности. То есть, если мы вызовем просто команду Move... Попробуем эти точки по вот этим... А, нет, я ошибаюсь. Они не касательны тангенсы. Тангенс. Да, это я опять ошибся. В общем, сдвигаем по ним вот эти точки. И вот у нас, по сути, уже начинает появляться заготовка для нашей звезды. Нам нужно теперь правильным образом вот эти точки соединить. То есть, те точки, которые остались на месте, те, которые мы сдвинули. Вот здесь лучше не компонент Dispatch, а компонент Sift. Вместо Dispatch мы будем Sift использовать компонент. Почему? Потому что затем нам понадобится компонент Combine. Мы объединяем те точки, которые сдвинули. Давайте, наверное, вот так поступим. Те точки, которые... Так, нет. Dispatch. Да, вот здесь. Здесь нужно для углов, значит, тоже компонент Sift использовать. А, нет. Тогда у нас начинает ругаться компонент Move, потому что он не может... Нет, все правильно. Объединяем. И теперь строим по ним полилинию. Нет. Что-то у меня здесь неверно. А, ну да, все-таки я... Все-таки я ошибся. Компонент Tangens, это все-таки не перпендикулярные вектора, это касательные. Это просто из-за того, что они так сильно, эти точки сдвинулись, у меня возникло ощущение, как будто бы они перпендикулярно сдвигались. В общем, что нам нужно сделать? Нам нужно вот эти... вектора развернуть на 90 градусов. Взываем компонент Rotate Vector. Вот эти... Вот эти вектора вращаем вокруг оси Z на 90 градусов. Да, вот. И меняем с помощью компонента Amplitude, меняем длину этих векторов. Так, отлично. Значит, нужно развернуть на не 90, а минус 90. Окей. И замкнуть нужно эту полилинию. Вот. Предположим, что так мы сделаем эту звезду. Но это пока что только звезду мы сделали. Можно было ее нарисовать в Рина, конечно, но вот вам как вариант. Если вы хотите ее полностью параметрическую сделать. Будет 7. Вот такая будет у меня звезда. Теперь эту звезду нужно разместить вот в эти точки. В точке сетки. Здесь мы просто используем компонент вылетел из головы названия. Relocate? Нет. Как же он? Иногда тоже забываю название этих компонентов. Orient. Компонент Orient мы перемещаем вот эту полилинию из ее исходной точки в точке вот в этой сетке. Далее. Теперь по поводу масштабирования. Здесь нам понадобится аттрактор. Мы можем либо сами его разместить где хотим, либо можем использовать начало проекта как аттрактор. Взрываем компонент Construct Point. Вот у нас начальная точка появилась. Далее измеряем расстояние от этой точки до точек сетки с помощью компонента Distance. Эти расстояния проецируем на диапазон от 0 до 1 в нашем случае будет. Так, не тут. Здесь не забываем определить границы чисел расстояний. Предположим, что самую дальнюю точку звезду я хочу уменьшить, чтобы она стала размером 10% от исходного размера, а самую а центральную, например, точку, чтобы она осталась в своем размере. То есть, чтобы 100% был размер. Значит, будет диапазон такой от 0,10 от 0,1 до 1. На этот диапазон мы проецируем все расстояния и эти числа теперь используем как фактор масштаба. То есть, все наши эти объекты из каждой точки сетки по вот этим числам масштабируем. Только мне нужно вот эти числа перевернуть. Вот, как-то так. Давайте здесь поставим все-таки 0,8 значение. То они здесь начинают пересекаться. Либо можно все эти контуры объединить с помощью компонента Regin Union Чтобы здесь этих контуров не было накладывающихся. Вот, попробуйте. А я вам скину алгоритм. На всякий случай можете его повторить. Продолжение следует... Продолжение следует...